Дорожная инспекция В учебное время школьников ждут профилактические занятия по изучению правил дорожного движения. Практика показала, это работает. Из года в год статистика детского травматизма на дорогах становится лучше. У нас конкурс выигрывает компания, которая имеет лицензию на пассажирские перевозки, обладает хорошим подвижным составом. И здесь жесткое требование администрации, она понятна, управление образованием только одно. Давайте эти случаи не допускать с вами, потому что рисковать жизнью наших ребят это недопустимо. Еще одна неотъемлемая часть учебного процесса – поездки школьников на экскурсии в музеи и театры. Организацию работы транспорта и безопасность при перевозке детей в автобусах на завещании обсудили подробно. Косинспекторы огласили основные требования к перевозкам детей, к лицам, которые их сопровождают, и непосредственно к самому транспорту. Для осуществления организованной перевозки групп детей используется автобус, который согласно пункту 22.9 правил дорожного движения, допущен в установленном порядке и к участию в дорожном движении, оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС. Также на совещании представители Люберецких школ задали интересующие их вопросы инспекторам ГИБДД. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.